Судьба тоже воспитывает во мне характер таким образом. Вы спрашиваете меня, когда они перестанут надо мной смеяться. Я могу вам точно ответить срок, когда. Как только вы сами над собой начнете смеяться, все остальные перестанут. Раньше не произойдет этого. Но как только вы в молитве поймете, что это ваш объем работы, то, что все смеются над вами. Вам надо молиться, учиться смирению. И когда вы, если кто-то над вами начинает смеяться, вы тоже вместе с ним начинаете смеяться, то ему больше уже неинтересно это делать. Он не будет уже это делать, потому что интерес пропадает в этом случае. Когда человек с удовольствием сам смеется над собой, то он не теряет чувство собственного достоинства в этой ситуации. И тогда люди уже не могут смеяться. Скорее, наоборот, над ними надо смеяться в этом случае. Ну, это трудный ответ такой. То, что я вам сказал, это непросто сделать, конечно же. Но всякие в жизни бывают ситуации. Я говорю, что у меня такая ситуация тоже была в жизни. Я когда молился, молился долго, по 8 часов, то мне Господь дал в сердце знание, что я тебе очищаю сердце в это время. Когда я узнал, что вот эта ситуация мне очищает сердце, что я становлюсь чище, когда меня критикуют, то мне легче стало. И в этот день, вот на этих критических формах, я прочитал фразу «Мы очищаем сердце доктора Корсунова». Они тоже были связаны с Господом в это время. Он им тоже сказал то же самое. Так что не всегда все это несправедливость, то, что происходит. Это иногда очень важно для нас, важная вещь. Когда один человек один раз прошел, вот через эту критику, один раз, когда он прошел, второй раз его уже это не будет так сильно задевать. Он уже не будет так реагировать. Нужно пережить это один раз в своем сердце, когда тебя критикуют, смеются над тобой. Можно даже этим людям говорить спасибо вам большое, что вы надо мной смеетесь. Это очищает мое сердце. Спасибо вам. Я вам очень благодарен за это. Если это вы скажете сильно, очень честно, то людям станет стыдно это делать. А если вы злитесь на это, им нравится это делать, они будут дальше продолжать. Как себя вести, как жить с человеком, который сам себя себе вредит? У него сахарный диабет, он ленивый, много кушает. А когда один по вечерам употребляет алкоголь, это все видят дети. Видите, все вопросы, все записки пишутся в одном ключе. Ключ такой. Есть проблема. Эта проблема делает мне больно. Но эта проблема не моя. Это проблема другого человека. Видите, это ключ означает нулевая стадия победы над судьбой. Помните, мы говорили про первую стадию, когда человек чувствует, что этого не сильно его волнует? То есть человек встал сюда, мы все за него помолились. Это как будто бы он помолился во много раз больше сам. То есть мы ему помогли. И потом он говорит, меня эта проблема уже не так сильно волнует. Это первая стадия победы над судьбой, что человек начинает как бы со стороны смотреть на эту проблему. Все вопросы означают безысходность. Вот что делать в этой ситуации, когда близкий человек сам себя вредит, сам себе вредит? Но надо с другой стороны посмотреть на эту ситуацию. Веда объясняет, что есть три вида атмосферы в доме. Бывает, что атмосфера очень тяжелая в доме, потому что люди не очищают сердца, они не молятся. Нет счастья. Атмосфера тяжелая. Один человек может, допустим, это терпеть, а у другого не хватает сил, он начинает пить. Когда тяжелая атмосфера, женщины обычно в депрессии живут, а мужчины пьют. Мужчины не могут в депрессии жить, для них это невозможно. Женщина может быть в депрессии, а мужчина будет выпивать, у него по-другому психика устроена. Это означает тяжелая атмосфера, люди не очищают свое сердце. Это называется невежественная жизнь. Эта тяжелая атмосфера, она даже на животных влияет, не то что на людей. Даже тараканы тоже такие агрессивные становятся в этом доме. Мыши. Это же описано в священных писаниях, что в такой атмосфере собаки выть начинают, крысы становятся очень агрессивными, тараканы лезут на постель. Ну, то есть, ну, как бы, это признак невежества, что очень невежественная среда. Я жил в такой среде, я помню, когда у меня отец пил, мать с ним ругалась постоянно. Я жил в такой среде, я помню эту грязь, вот эту всю психическую. Другое дело, когда благостная атмосфера. Мы жили в деревне, и там завелись мыши, но мы каждый день молились, и когда мы читали молитву, мышка прибегала послушать. Она выбегала из норки, и вот так садилась и слушала. Не боялась нас вообще. Ну, то есть, понимаете, животные даже, ну, вредители, могут вести себя совсем иначе, когда атмосфера другая. Если вы будете заниматься духовной практикой, атмосфера в доме очистится, и ваш близкий человек, он постепенно начнет по-другому себя вести, он перестанет переедать. Понятно, что если человек болен диабетом, то он, почему он болен диабетом? Потому что он ест на ночь, обижается и пьет. Понятно, что вот эти вредные привычки приводят к диабету. Но если он не может работать над собой, человек, он и убивает себя. Есть два вообще способа жить. Один способ — это убивать себя, а другой — возрождать. Когда человек рано встает, когда человек рано ложится спать, каждый день молится, он желает всем счастья, всегда прощает всех, никогда не ложится спать, чтобы сердце тяжелое было, чтобы он не простил. Это значит, что человек возрождает, он себя лечит. Если человек поздно, поздно встает, в обиде живет постоянной, на ночь наедается, поздно ложится спать, ленится постоянно, все не доделывает, живет в грязи, выпивает, курит, это значит, что он себя убивает в это время. Можно, есть желание умереть, есть желание жить. Два желания живет в нашем сердце. И если люди живут в невежественной среде, то у них желание умереть культивируется в сердце. Они себя разрушают сами. Потому что человеку не нужна такая жизнь, он подсознательно разрушать себя начинает. Есть люди в страсти. Невежественная среда означает вот это вот саморазрушение. Надо менять среду просто. Что делать? Вот женщина спросила. Что делать? Надо перестать думать, что этот человек виноват, что все дети смотрят, что он так себя ведет. Дети смотрят не на это, а что вы живете вот такой невежественной жизнью. Не может быть такого, чтобы они в благостной жизни жил человек, а другой невежественный. Если солнце в семье восходит, сердца ведь соединены все, солнце восходит в сердце одного человека, тьма в другого, в сердце тоже начинает гаснуть. Вы будете правильно жить, у вас атмосфера в доме очищаться начнет, вы перестанете считать, что он виноват во всем. Начнете понимать вашу вину, собственную. Тогда все успокоится, близкий человек по-другому начнет совести. Никто не мерзнет, когда светит солнце. Если свет солнца взойдет в доме вашем, то ваш близкий человек тоже будет другим, сто процентов. Когда люди живут в страсти, они уже, ну, как бы, не депрессируют. Но они, страсть означает, что человек хочет счастья уже, все, он живет для развития, для счастья, но у него нет знания, где счастье находится. Он думает, что счастье в том, чтобы больше денег зарабатывать, больше власти иметь в жизни. Он начинает много работать, пытается учиться работать целыми днями. Отношений ни с кем нет хороших, нет любви, нет уважения друг к другу. Даже времени нет поговорить. В результате страдания, в конечном счете. Нельзя счастье добывать неправильно. Нужно правильно учиться жить. Означает больше времени на молитву, учиться довольствоваться тем, что ты имеешь. Счастье означает сейчас быть счастливым, не в будущем. Люди в страсти живут в будущем счастливыми. Они верят, что когда они дом построят, в будущем, тогда они будут счастливыми. А сейчас надо работать на двух работах. А невежественные люди в прошлом верят в прошлое. Они говорят, вот сейчас у нас все плохо, а в прошлом было хорошо. Надо жить настоящим. Надо сейчас быть счастливым. Для этого нужна молитва, работа над собой. Жизнь сердца это называется. Жизнь сердца. Как помочь близкому человеку, который страдает от бессонницы? Бывает, что не спит по три дня. Проблем вроде бы нет в жизни, только нет семьи, хотя ему уже 46 лет. Это болезнь. Ее надо лечить. Есть три способа лечиться самому. Все болезни идут от нарушения тонких каналов психических, психических каналов. Есть тонкие каналы, которые связаны с бессонницей также. Я могу протестировать человека, определить, какие каналы у него нарушены тонкие, какие хронические заболевания могут возникнуть в организме. Поднимите руку, кто первый раз пришел и не верит в то, что я говорю. Вы, да? Вы обманываете, наверное? Вы не первый раз пришли, да? Первый раз? Вчера, да? Хорошо. Если так, то я вам тестирую вас. У вас нарушен канал, связанный с мозговым кровообращением, связанный с горлом. Это один канал кровообращения в голове, в горле, в желудке. И этот канал у вас страдает в области носоглотки и бронхов. То есть, это означает, что у вас хронические воспалительные процессы в горле. Иногда вот здесь что-то бывает. Может быть, нарушено давление. Нет такого? А? Ну вот эти каналы все, которые я перечисляю, они все страдают с рождением у человека. Ну то есть, если этот канал страдает, значит, он будет нарушаться все больше и может привести к каким-то проблемам серьезным. Этот канал идет через весь организм. То есть, это слизистая кишечника, может показать, слизистая желудка, слизистая бронхов, мозговое кровообращение у вас страдает на сто процентов. Я это вижу. А? Нет, я точно говорю, вы изучите этот вопрос. У вас бывает голова кружится там вот такую, ну, слабость какая-то. Нет, можно считать себя как угодно. Я вам конкретный вопрос задал. У нас бывает слабость, головокружение. Ну вот, видите, этот канал у вас, значит, страдает от перегрузки. Я об этом и говорю. Это признак, слабость, признак нарушения мозгового кровообращения. Дальше продолжать. Хорошо. У вас страдает канал, связанный с некоторыми внутренними органами, такими как, сейчас посмотрю точно, чтобы не ошибаться, у вас страдает щитовидная железа и печень из внутренних органов. Также страдает левый придаток. и еще два нарушения есть. У каждого человека четыре канала страдают. Еще два я еще не нашел, сейчас буду искать дальше. Они еще глубже находятся. А еще два канала связаны с гормональными функциями в вашем организме. У вас как бы есть предосположенность к бесплодию, нарушению как бы гормональных функций в целом в организме. Депрессии тоже, депрессивность отсюда идет. Что? Хорошо, я не против. Я вам рассказал ваши предосположенности. Если у вас появится какая-то болезнь, она будет в рамках того, что я сказал. То есть этих каналах. А? Скорее всего, не появится, да, сто процентов. Надо верить в свое здоровье, но надо не только верить в него, надо также им заниматься. Видите, неважно, человек верит, не верит, первый раз пришел, не первый раз. Тонкое тело психическое, оно живет своей жизнью. В нем есть болезни, даже грудной ребенок имеет эти предосположенности. Я могу протестировать грудного ребенка и увижу его болезни. Такие же предосположенности есть, такие же каналы нарушаются у животных, у деревьев, у растений. И если у дерева взять, дерево, у которого каналы страдают, такие же, как у человека, то это дерево будет лечить этого человека. Так совместимость в природе определяется. Дерево, у дерева энергетиков в десятки раз сильнее, чем у человека. И поэтому, если каналы одни и те же нарушены, конституция психическая одна и та же у дерева человека, тогда дерево будет лечить человека. человек, который диагностирует тонкое тело, не надо спрашивать человека о том, как он болеет. Можно продиагностировать собаку, например, определить ее хронические заболевания. У нее такие же нарушения, точно, как у человека. тонкое тело устроено одинаково. И там, в том контиле, есть такой канал, который связан с бессонницей. если у человека этот канал нарушен, этот же канал отвечает за кожу в теле, аллергии могут быть или нарушение памяти. Это все в одном канале находится психически. Все это связано. Разные вроде бы болезни, но они связаны с одним психическим каналом. Есть три способа самому очистить свои каналы психические. Первый способ это посты голодания. Когда человек голодает, у него очищается тонкое тело, он омолаживает себя. Второй способ это хатха-йога или статические упражнения. Когда человек не двигается долго в каком-то положении тела, он проходит три стадии. Первая стадия тело отекает, становится тяжелым. Вторая стадия возникает ощущение как будто бы онемение такое, как боль. возникает и потом легкость в теле возникает. Когда человек до легкости доходит, это значит, что он пробивает тонкие каналы. Я каждый день делаю вот этот вид омолаживания. То есть я делаю всего несколько упражнений за час, за два, по полчаса в каждом упражнении нахожусь и у меня проходят эти три стадии тела. Сначала отек в теле, потом боли, потом легкость. Когда легкость наступает, то тело становится здоровым, каналы прочищаются. Третий способ омолаживания это задержки дыхания. Когда человек задерживает дыхание на вдохе и на выдохе, тогда тонкое тело очищается. Для того, чтобы ежедневно очищать свое тонкое тело, нужно прощать и просить прощения всегда. Если мы чувствуем вину, перед кем надо просить прощения, если кто-то виноват перед нами, надо прощать. Когда человек так делает, у него очищается тонкое тело психическое от энергии, разрушающей здоровье. Мы лечим бессонницу черными камнями. Вот черные камни на пальцах когда стоят, они успокаивают психику. У меня очень напряженная жизнь, у меня тоже черные камни на пальцах стоят, они успокаивают психику, снимают напряжение. Если поставить на средний палец черный камень и на мизинец, то тогда человек черный мизинец и средний палец связаны со сном. Левая рука на левой руке. Тогда человеку легче заснуть. Но лучше всего индивидуально подбирать эти камни. Тогда это будет больше гарантии, что это подойдет и поможет. То есть можно два способа есть побеждать болезни. Один способ это самому себя лечить, вот в данном случае с бессонницей. Самый лучший способ это посты. Лучше всего поститься в понедельник с бессонницей, потому что понедельник Monday связан с луной. Moon и это означает, что луна отвечает за сон человека. Когда человек постится в понедельник, он очищает контакт с луной и ему легче спать. такой ответ на этот вопрос. По здоровью лучше меня не спрашивайте ни о чем. Это мой помощник Максим, он бесплатно консультацию по здоровью дает. Можете к ним подходить, он вам расскажет. С самого начала моим родителям не нравился тот человек, с которым я живу. Уже один год как попросила маму не писать и не звонить. Когда она звонила, я выслушивала унижение в адрес своего мужа. Как восстановить отношения с родителями? Когда приходит близкий человек в жизнь, тогда включается какой-то вид судьбы. Если вы в прошлом оскорбляли своих детей, то в этой жизни вы получите, что вас будут оскорблять родители. Тоже самый результат. И это действие всегда бывает, включается, когда начинается личная жизнь. Пока у человека нет личной жизни, часть кармы не включается, часть страданий не приходит в жизнь. Как приходит личная жизнь, так включаются какие-то страдания. Как определить, какие страдания приходят? Не надо определять, они сами себя показывают. И это значит, что надо уделять внимание маме вдвоем. Надо заботиться о ней. Если она невежественно себя ведет, то надо отодвинуться от нее подальше, молиться Богу, думая о ней тоже, что-то имел в виду. Все равно она в сердце стоит, мама. Ты молишься, молишься, постепенно мысли о ней становятся легче, тебе становится легче думать о ней. Это значит, что карма отрабатывается, плохая судьба отрабатывается. Тебе легче становится думать о ней, значит, постепенно отношения начинают улучшаться. Приходит время, и у тебя спокойствие в сердце по поводу твоей мамы. Спокойствие. После этого, как только спокойствие наступило, надо начинать воздействовать на нее, строить отношения. Для этого нужно дарить ей какие-то цветы, подарки, передавать. Можно даже не самим привозить, а просто, чтобы кто-то присылал записочки. «Мама, я тебя люблю», несмотря ни на что. Потом, «Мама, мы тебя любим» с мужем. Постепенно можно уже дальше звонить маме. Не разговаривать с ней близко, а просто звонить, «Мамочка, как у тебя дела? Все нормально? Все, извини, мне некогда? Я спешу все раз, чтобы не было оскорблений. Я тебя люблю. Целую, все, до свидания». Потом уже, когда смягчится ситуация, можно приходить в гости постепенно. Если мама начинает ругаться, то надо просить прощения у нее, уходить и опять дальше. Опять сначала молитва, не ходить в гости, а просто молитва и так далее, пока вся судьба плохая не кончится. А закончится она обязательно. Понимаете, вот когда вы пишете мне такие вопросы, это значит, что вы никогда не работали над своим сердцем. Потому что если вы когда-нибудь над ним работали, вам не надо было писать все эти вопросы. Вы бы знали, что делать уже. Схема одна и та же, понимаете? Схема одна и та же. надо культивировать настоящую любовь в семье. Понимаете, когда люди любят Бога в семье, они ставят алтарь, то их любовь сначала в семье копится друг с другом, они решают проблемы, а потом она начинает копиться так же и вокруг. Она распространяется на других. Люди, которые любят Бога, они становятся любимыми для всех. Для всех. И у меня есть такая семья даже, он духовный учитель, у него есть жена, и их любят все. Нет такого человека, кто бы их не любил. Их любовь распространяется очень широко. Это потому, что они сильно любят Бога в этом причине. Есть еще одна причина, почему мама злится на вашего мужа. Потому что женщина является олицетворением любви, человеческой любви. И когда мама любит свою дочь, потом, знаете, если дочь говорит, мама, дочка пришла, мама, я полюбила. Она говорит, как зовут, там так-то, ну, хорошо, доченька, все, проблем нет. Это значит, что ничего серьезного нет, понимаете, дочка не сильно полюбила, но если дочка сильно полюбит, она маме ничего говорить не будет. Потому что будет реакция, она почувствует, что мама начнет беспокоиться. Она говорит, может тебе другого человека найти, потому что у нее любовь забирают. Сознание дочки уходит на молодого человека, дочка уже на нее меньше обращает внимания, она начинает злиться. Слушай, теща, друг мы с тобой не враги, а по правде же сказать мы родня, ты почти вторая мать для меня. Теща, люблю твои блины, теща, твои блины вкусны, их аромат и очень свежий вкус, твоих блинов съесть много, я берусь. Надо действовать очень активно в этом случае. надо побеждать ситуацию с помощью любви. Но это всегда так бывает. Любовь нельзя поделить между всеми. Даже дети ревнуют друг друга. Одного любят больше, маленький рождается, его любят больше, старший ревнует. Это неизбежная вещь. Мне этот шнурчик дадут? А, он есть, да? Где он? Можно вам это помочь мне вот вот надо проверить? Чтобы быть. Видите, у нас сегодня как раз такой день. Мы должны окончательно разобраться, как стать счастливыми, окончательно разобраться, как нам побеждать судьбой. вы погромче сделаете, да? Все хорошо. сегодня у нас мы желаем счастья. Сегодня мы будем желать счастья, помогать мусульманам, которым сейчас очень тяжело, они убивают друг друга, и надо, чтобы любви больше было в их культуре, в их вере. Нам нужна помощь, весь мир должен им помочь, чтобы в Сирии не убивали людей. Да? Будем под мусульманскую молитву, да, желать всем счастья? Или нет? Вера, всегда вера, вера приносит счастье. У меня в Уфе, когда я приезжаю в Уфу, я читаю лекции, ну, я живу там, в квартире одной мусульманки серьезной, она читает Коран, на арабском языке, находит на моей лекции, садится посередине, вот так зала, у нее челма, такая очень красивая, она благородная, и она мне освобождает квартиру свою, полностью я в ней живу. И там приходят девушки из мусульманского журнала, молодые все девушки, такие у них закрытое тело, красивые очень, да, женщина закрывает тело, у нее очень красиво она выглядит, красивые одежды такие, она становится очень заманчивой, недоступной, и это вызывает красоту сразу женщины, к ней привлекательность увеличивается. Они там, они слушают все мои лекции. Каждая вера, она хорошая, просто есть верующие, фанатичные, неправильно настроенные, есть правильно настроенные, это зависит от развития человека, первая стадия любой веры это фанатизм. Вот вы допустим лекции начнете слушать, у вас тоже фанатизм появится, вы придете домой и скажете вот ты все неправильно делаешь, не как в лекциях говорится, а лекции это говорится для того, чтобы вы себя меняли, а не близкого человека, это называется фанатизм, мучить близких, это то же самое да?